Глава 7. Всеобъемлющий дар. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Лука 11, 13. В Нагорной проповеди Господь уже изрек свои удивительные слова «тем более». Здесь у Луки, где они повторяются, есть различия. Вместо благих даяний, упоминаемых им тогда, Он говорит о Святом Духе, тем более Отец Небесный даст Духа Святого. Итак, Он учит нас, что главным и самым лучшим из всех даяний является Святой Дух, или вернее, что в этом даре заключаются все другие дары. Святой Дух – это главный из даров Отца, и Его Он больше всего хочет даровать. Следовательно, в первую очередь мы должны искать Святого Духа. Мы можем легко понять невыразимую ценность этого дара. Иисус говорит о Духе как об обетовании Отца, о единственном обетовании, открывающем Божье отцовство. Самый лучший дар, который может дать благой и мудрый земной Отец своему ребенку – это его собственный Дух. Важнейшей задачей Отца в воспитании ребенка является воспроизведение в нем своих собственных склонностей и характера. Чтобы ребенок знал и понимал своего Отца, чтобы он в полной мере постиг его волю и планы, и чтобы иметь глубочайшую радость в Отце и Отцу в нем, он должен иметь с ним один разум и один Дух. Невозможно представить более великого дара из того, что Бог мог даровать своему чаду, чем свой собственный Дух. Бог есть Дух. Дух является жизнь Бога. Только подумайте, что означает для Бога дать собственного Духа своему чаду на земле. Слава Иисуса Христа как Сына на земле состояла в том, что Дух Отца был в нем. При его крещении в Иордане голос, провозгласивший его возлюбленным Сыном, и Дух, спустившийся на Него, были едины. И апостол также говорит о нас. А как вы сыны, то Бог послал Духа Сына Своего в наши сердца, который мы взываем Авва Отче. Царь ищет через воспитание Сына пробудить в нем царский Дух. Отец Небесный хочет воспитать нас, как своих детей, для Святой Небесной жизни, в которой Он Сам пребывает. Для этой цели Он дает нам из глубины Своего собственного сердца, Своего Духа Святого. Единственной целью Иисуса после того, как Он совершил искупление Своей кровью, было войти в Божье присутствие и получить Святого Духа, чтобы послать Его жить в нас. Так как Он Дух Отца и Сына, в Нем вся жизнь и любовь и Отца и Сына. Спустившись к нам, Он поднимает нас в общение с ними. Будучи Духом Отца, Он наполняет наши сердца любовью, которой Отец любит Сына и учит нас жить в ней. Будучи Духом Сына, Он вдыхает в нас свободу, подобную детской посвященности послушания, с которыми Сын жил на земле. Отец не может дать больше и драгоценней дара, чем Свой собственный Святой Дух, Дух усыновления. Эта истина, естественно, предполагает, что этот первый и главный Божий дар должен быть первой и главной целью всех молитв. Единственным необходимым элементом в духовной жизни является Святой Дух – вся полнота в Иисусе. От полноты Его благодати и истины мы приняли благодать на благодать. Святой Дух – это посредник, специально предназначенный передать нам Иисуса и все, что в Нем. Он есть Дух жизни во Христе Иисусе. Если мы всецело отдадимся воле Святого Духа и позволим Ему трудиться над нами, Он откроет внутри нас жизнь Христа. Он совершит это божественной силой, поддерживая в нас жизнь Христа с неизменным постоянством. И если мы хотим приблизиться к престолу Отца и там пребывать, нам следует молиться об одном – о Духе Святом. Святой Дух является ответом на каждую нужду верующего в разнообразии даров, которые Он намеревается излить. Только подумайте о тех именах, которые Он носит. Он есть Дух благодати, кто открывает и дает всю благодать, которая в Иисусе. Веры – кто учит нас делать первые шаги и возрастать в вере. Усыновления и уверенности – кто свидетельствует, что мы дети Божьи и вдохновляет нашу уверенность в Нем и наше уверенное овоочие. Истины – кто направляет нас принимать каждое Слово Божье в истине. Молитвы – через кого мы общаемся с Отцом, чтобы мы могли быть услышаны. Суда – кто испытывает наши сердца и обличает нас в грехе. Святости – кто открывает и передает нам святое присутствие Отца внутри нас. Силы – кто побуждает нас смело свидетельствовать и плодотворно трудиться в служении Отца и славы. Кто является залогом нашего наследства и готовит нас к грядущей славе. И, несомненно, чтобы дети Божьи могли жить действительно, как дети Божьи, им нужно только одно – быть исполненными этим Святым Духом. Урок, преподанный Иисусом в Его школе, таков. Отец жаждет нам дать Святого Духа, если мы попросим просто и с детским доверием к тому, что Он сказал. «Если вы умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Из слов Божьего обетования «Я и залью обильное Духо Моего, и из Его повеления исполняйтесь Духом», мы знаем, какой дар Бог готов нам дать. Как дети Божьи мы уже получили Духа Святого. Тем не менее, нам нужно еще молиться об особых дарах, поскольку мы в них нуждаемся. Также нам нужно просить, чтобы Он полностью овладел нами и постоянно руководил. Мы как виноградная ветвь, которая уже напоена соком лозы, но взывает, чтобы этот поток возрастал и не прекращался. Как ветвь постоянно нуждается в соке для созревания плода, точно так же верующий, уже обладая и наслаждаясь Духом, жаждет и просит о большем. И великий Учитель хотел бы нас научить в этой ситуации, что мы не должны в ответ на нашу молитву ждать меньшего, чем Божье обетование и Божье повеление. Мы должны быть обильно исполнены Духом. Христос хочет, чтобы мы просили, будучи уверены, что чудесная тем более Божья и Отцовская любви является залогом того, что если мы просим, то непременно получим. Молясь об исполнении Святым Духом, мы не должны опираться на наши чувства. Все духовные благословения могут быть получены только верой. Греческое слово, обозначающее «получить» или «взять» одно и то же. Когда Иисус сказал, что всякий просящий получает, Он использовал тот же самый глагол, что и на вечере «возьмите, ешьте» или «утром по воскресенье», «примите», то есть «получите, возьмите Духа Святого». Получение подразумевает не только Божье даяние, но и наше принятие. Верьте, что Отец дает Святого Духа своим просящим детям. Даже еще молясь об этом, нам следует с верой говорить «я имею просимое, и полната Духа принадлежит мне». Пребудем же непоколебимыми в этой вере. Доверяя силе Слова Божьего, мы знаем, что у нас есть просимое. Мы должны быть благодарны, что услышаны и благодарны за то, что получили и чем теперь обладаем. Продолжайте молиться с верой, не сомневаясь, что благословение, которое уже дано, нам прорвется и заполнит все наше существо. Именно в таком благодарении и молитве с верой наши души раскроются, и Дух всецело и спокойно завладеет ими. Такая молитва не только просит и надеется, но также получает, держит и наследует полное благословение. Во всех наших молитвах будем помнить урок, которым учит Спаситель. В одном мы можем быть уверены, что Отец хочет, чтобы мы были исполнены Его Духом, и Он с радостью дает Его нам. Однажды, обретя эту веру для себя, мы можем брать из сокровищ, хранимых для нас на небесах, свободу и силу, чтобы просить об излиянии Духа на церковь, на всякую плоть, на отдельных людей или на особые труды. Однажды, научившись общению с Отцом в молитве, сами мы также учимся более уверенно молиться за других. Отец дает Святого Духа больше всего тем, кто просит дать его другим. Господи, научи нас молиться. Отец Небесный, Ты послал Своего Сына, чтобы открыть Себя нам, Твою Отчию, любовь и все, что есть в этой любви для нас. Христос научил нас, что дар, превышающий все дары, которые Ты хочешь дать нам в ответ на молитву, есть Дух Святой. О мой Отец, я ничего не хочу так сильно, как быть исполненным Святого Духа. Невозможно выразить благословения, которые Он приносит. Именно в них я и нуждаюсь. Он наполняет сердце Твоей любовью и Тобой самим. Я жажду этого. Он вдыхает в меня разум и жизнь Христа так, что я могу жить, как жил Он, в любви и ради любви Отца. Я жажду этого. Он подает мне силу с небес для всякого моего хождения и труда. Я жажду этого. О Отец, дай мне, пожалуйста, полноту Твоего Духа сегодня. Отец, мое основание для этой просьбы – слова нашего Господа, тем более Он даст Святого Духа. Я верю, что Ты слышишь мою молитву и что я прямо сейчас получаю просимое. Отец, я предъявляю свое право и беру. Полнота Твоего Духа принадлежит мне. Я принимаю это сегодня как дар веры. Я верю, что Отец совершает все, что Он обещал посредством Духа. Отец радуется, вдыхая Дух в своих ожидающих детей, так как они в общении с Ним. Аминь. Субтитры создавал Dуха.